Друзья, всем привет! Хочу разобрать вот такой вот водонагреватель, он у меня потек. Не знаю, честно говоря, из-за чего потек. Я здесь, значит, у него когда-то закручивал, ну, кронштейн был, вот, может быть, я, конечно, в корпус, да, прокрутил. Ну, работал он с этим кронштейном лет пять, поэтому, я думаю, в принципе, скорее всего, он просто где-то проржавел и потек, потому что текло тоже конкретно отсюда, ну, по всей видимости, тоже и отсюда. Если я, конечно, сюда закрутил, то я полный долдон, вот, хотя здесь чуть-чуть совсем было закручено, ну, просто, чтобы он как-то поддерживался, да, когда сюда не ездил. Поэтому, я думаю, что не из-за этого, мы сейчас его разберем. Такой достаточно старый, я не знаю, он уже побывал в нескольких квартирах лет 15, ему, как минимум, я не знаю, может быть, наклейка есть. Ну, прикольный, он на 15 литров, мощность всего 1200 Вт, вот, ну, был бы 30 литров, вот, я хотел бы найти на 1200 Вт, вот, ну, к сожалению, они, по-моему, на полтора киловатт столько есть. Вот, ну, перейдем к сути. Вот здесь стоит такой термостат, я уже открутил. Кабель я уже тоже выкрутил, вот, он здесь в гофру заводился. Вот, видно, что он, корпус не полностью посажен на пену, то есть там поролоновая прокладка, как бы, да, вот этот сам бачок, поролоновая прокладка. Кстати, здесь достаточно интересный термостат меня, этот ТЭН меняется, вот, если кто будет менять. Вот этот винт надо очень аккуратно крутить, потому что я как-то на одном из своих водонагревателей, просто когда что-то там делал, короче, да, я, в общем, перетянул этот винт. Вот, то ли у меня подтекал, я подтягивал, и, короче, у меня он вообще нафиг вывалился, вот, мне пришлось приваривать его. Вот, да, вот, приваривать, в общем, не знаю, может быть, я возьму ТЭН на тот поднагреватель, хотя там в месте сварки он нормально, вроде, стоит, держится, все. Здесь, короче, интересно, здесь вот такая прокладка двухсторонняя стоит, и, в общем, чтобы ТЭН поменять, ее надо, короче, вот этот винт ослабляем, ее снимаем, и тогда уже ТЭН вылазит. То есть здесь, как бы, сам вот этот металл, он не касается корпуса, да, через прокладку, ну, на стиралках так же, кто менял, в принципе, знает, вот здесь такой интересный термостат стоит, хорошенький, с каким-то выключателем, но, я так понимаю, выключатель не задействован, вот, здесь, в данной модели, вот, сделано в Италии, вот так вот, видите, и, в общем-то, вид у него такой достаточно достойный, здесь лампочка неонка стоит, и вот, в общем, здесь он касается корпуса, да, вот, среды, вот, где-то вот в этом месте, и, в общем, регулирует температуру, вот, в общем, вот такой вот бачок, ну, не знаю, сейчас буду пробовать разбирать, я уже, я просто его начал разбирать, но потом понял, что его что-то держать может там, то есть, в принципе, вроде как поддается разборке, вот я уже немножко снял, сейчас еще попробую ковырнуть, вот, ну, если разберется, то разберется с ним, вот, кстати, да, год, я не знаю, здесь не написано, да, наверное, год не написано производство, интересно, просто посмотреть, когда куплен был, так, ну, вот, в общем, как он выглядит внутри, значит, я добрался до этого места, где у меня саморез был включен, и здесь у нас, не вижу я повреждений, да, то есть, утечки вряд ли здесь где-то, возможно, здесь где-нибудь, или штуцер, хотя, в принципе, неплохо выглядит сварка, не знаю, короче, где-то здесь есть дырка, а вот где, фигка, я знаю, то есть, так, в принципе, все выглядит вроде ничего живое достаточно, вот, я отвертки коряблю здесь, непонятно, ну, конечно, ремотопригодность не очень, да, потому что все-таки, я думал, что, вот, вот эта вот теплоизоляция, она сделана, ну, вот, бочелка обложена поролоном, она спокойно снимется, ну, она нифига, здесь, по всему бочку она именно приклеена, вот, здесь, кстати, еще вот, влага присутствует, то есть, вот такая вот картина, ну, если найти, вот, в принципе, найти просто, надо просто давление дать, и увидите, откуда сочится, металл, в принципе, вроде крепкий, то есть, я постучал, вот, ну, вот, так вот, в принципе, на глаз не скажу, откуда можно убегать, тут подключать, ну, честно говоря, не знаю, нужно он мне или нет, то есть, в принципе, что-то, что-то можно с ним сделать, вот здесь, кстати, так он выглядит, да, вот здесь какая-то технологическая заглушка, кстати, может быть, даже здесь течет, ну, я не уверен, да, вот здесь вот это так и было, это не я, по-руже, вот, и здесь есть какая-то ржавчина, ну, вроде, так только нету, хотя фиг его знает, здесь какая-то именно технологическая заглушка получается то есть там даже интересно что там какая-то она такая интересная ну это я думаю просто 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 отверстие там видно как-то как-то закручивается то есть можно скорее всего открутить то есть здесь она на прокладке наверно технологическая заглушка то есть может быть и маляровали через нее не знаю вот такой вот бак все отслужил свою но его можно использовать допустим из чего-нибудь как емкость какую-то для воды допустим для нагрева здесь только жало его промыть найти можно где-то использовать как накопитель для воды ну допустим садовый душ какой-то что-то такое без тена уже без электричества применение можно все всем пока спасибо за внимание